Вашему вниманию Не трогаем Я хочу позвать человека Ну да, действительно, вот как бы многие спикеры сегодня, которые выступали уже и будут выступать С ними уже, ну, по десятку лет знакомы И наблюдаю, и смотрю, и завидую в какой-то степени их как бы развитию и прочее Но вот за этим спикером просто у меня особое внимание Потому что в какой-то степени внутренней я не соглашаюсь как бы с теми моментами С теми предложениями, с теми как бы советами развития маркетинга, развития СММа Но, черт побери, это действует Поэтому, дорогие друзья, давайте выслушаем его Будем задавать конкретные вопросы Я приглашаю на эту сцену Генеральный директор пиар-агентства Простор Пиар Консалтинг Роман Масленников Давайте, давайте, давайте аплодируем Роману Роман, ну что ж, я рад тебя видеть на сцене Последний раз мы с тобой встречались, наверное, где-то года 4 назад Но взрывную технику пиара, да, ты сработал, все нормально, не переживай Здесь у меня и спикер, ой, кликер и микрофон Фух, больше снимешь пиджачок, доклад у тебя жаркий будет Гражданин начальничок Давайте аплодисменты, дорогие друзья Всем привет Спасибо Ром Все отлично Не-не-не-не, смотри, просмотровый Все, назад не оборачивайся Время Отлично Ну, в смысле, не бежит Окей, поехали Всем здравствуйте Хочется сказать привет, Олимпийский Но это будет немножко фальстарт Это будет завтра и понедельник Как дела вообще? Хорошо? Кто здесь маркетологи? А предприниматели? Ага, отлично Рекламщики Те же люди, да, немножко иногда поднимают Ну, хорошо, окей Я больше люблю рассказывать для предпринимателей Маркетологи, пиарщики тоже у меня учатся И, в принципе, мы с вами союзники По тому, чтобы делать хорошие новости Моя миссия это, чтобы было больше хороших новостей Меня в какой-то момент новости перестали устраивать И, ну, я не знаю, как вам Но мне, когда открываю Яндекс, не все новости нравятся Особенно в регионах Там открываешь, там, мытищи, там, Московская область Липецк Ханты-Мансийский автономный округ И там какая-то чернуха Там ДТП, там, какие-то, не знаю, всякие убийства Вам нравятся такие вот истории вообще? Как-то не очень, да, влияет? Вот, я задумался, а можно ли это вообще исправить? И начал придумывать новости вместе с командой Так, чтобы завтра знать, что завтра будет хорошо Завтра будет, по крайней мере, весело Вот, и мы, соответственно, придумываем такие новости Которые становятся сенсациями И вот, например, позавчера я знал, что будет вчера в новостях Неделю назад я знал, что будет Днем я знал, что будет в новостях вечером Вот такие у нас кейсы В принципе, мы несколько раз завоевывали топ Яндекса по Москве Один раз это был топ Яндекса по всей России По Москве раз пять, наверное, было В регионах вообще не счесть, сколько таких топов Вот, это, как вы понимаете, миллионные охваты Расширенная, офигенно расширенная воронка в разы И, как следствие, увеличение посещаемости сайтов в 10 раз Это частый стандарт у нас Мы много работали с e-commerce сферой И там, ну, после акции чистая органика заходит на сайт больше Ну, в 10 раз больше, чем обычно Там в 500% посещаемость поднимается с сайта Чистые вот из новостей идут Учитывая то, что в российских новостях Не любят ставить бренды и тем более ссылки на сайты Все равно это получается И сейчас я расскажу, что мы делали Как это можно сварить в вашем случае Как повторить и как развить в себе креативность Вот этому будет посвящена сегодня презентация Вот, я занимаюсь пиаром больше 10 лет И последние 5 лет занимаюсь чисто взрывным пиаром Это, ну, скажем так, мы делали хайп Когда еще слово хайп не было так раскручено Это только у нас эстонский стажер 4 года назад начал впервые употреблять такое слово Я думаю, хайп, что за хайп Вот, ну, как бы мы занимаемся взрывным пиаром И под ним подразумеваем, когда в минимум времени Выходит максимум новостей Есть такая замечательная статистика Вот часто пиарщиков и маркетологов Ну, пиарщиков больше как бы третируют Чувак, где продажи там? У кого спрашивали из пиарщиков, где продажи? И были такие вопросы? Ну, как бы по идее-то это не пиарщиков вопрос, да? Вот, потому что это вопрос к отделу продаж У пиарщика другой ЦКП Ценный, конечно, продукт Там, значит, известность, широкая известность Уважение среди клиентов, партнеров и так далее Социальных групп Но мы замерили, вернее, замерили это в агентстве идеи и решения А мы поняли, что 70 публикаций, если в месяц у вас выходит Про бренд или про вас, если вы личный бренд качаете То это на продаже сказывается Все, что меньше 70 публикаций в месяц про вас Это как бы ни о чем вообще Я подумал, вот хорошо, 70 публикаций Это как вообще, что нужно с такого сотворить? Раньше в классическом пиаре это был показатель Ну, по полугодовой там работы, например, трехмесячной Так, если побыстрее А во взрывном это можно сделать побыстрее Вот, собственно, наши клиенты, с кем мы работали Работаем Вот, в наши акции вовлечены Яндекс, Дональд Трамп, Останкино Алексей Булдаков, Ксения Собчак Естественно, мы не спрашиваем их Пойдете ли вы в нашу пиар-акцию Потому что это было бы слишком дорого И мы экономим деньги клиентов А так мы вовлекаем в акции Кого только можно, всех топовых персон Мы к себе зовем Ну вот мы попадали в такие СМИ Причем, как вы видите, это не только зарубежные Но и наши, вернее наоборот И недавно мы попали в новую программу Нашего клиента позвали на первый канал Абсолютно бесплатно Целые три минуты транслировали ролик Обсуждали его Программу, знаете, новую, видели видео Вот, туда наш ролик зашел Там даже логотип компании показали Бренд Это первый канал, prime time Вот, и все получилось чисто на креативе Вот некоторые наши кейсы Есть такая проблема Мы работаем с криптой Примерно год И у нас человек Клиент Рассказал про проблему У кого есть криптовалюта? Есть биткоины у кого-то, там альткоины всякие, да? Вот, ну и, знаете, купили валюту И забыли пароль Бывает такое? Где-то записали на листочке Как-нибудь холодный кошелек Потом что-нибудь потеряли Ноутбук там куда-то улетел Короче, забыли пароль Он длиннющий Мы эту проблему поняли И предложили в команду К нашему криптоэксперту Криптогипнотизера Который вспоминает пароли К биткоин-кошелькам утерянным Это была публикация Рассчитанная на федеральный резонанс Но получилось так, что мы залетели в мировой CoinTelegraph про это написал Bitcoin.com и так далее Бесплатно Причем, учитывая эти сайты Пишут Не пишут, ну как сказать Пишут только за деньги в основном Там от 10 тысяч долларов минимум Начинается публикация Чтобы организовать в CoinTelegraph Бывает там в хорошие времена Это было там 40 тысяч долларов Сейчас это меньше Но мы тогда попали бесплатно Еще одна тема с биткоинами Была в апреле такая проблема Что он начал резко падать И мы тоже подумали Как можно помочь в этой ситуации И открыли горячую линию Реальную, телефон, психолог И он отвечал на вопросы Связанные с падением биткоина Типа как так У меня упало Что делать Хочу выбросить из окна Рву волосы Профессиональный психолог успокаивал И реально был пик звонков На эту линию звонили вообще Все, кто можно Как только мы открыли Она бесплатная До сих пор работает Можно найти Сергей Доренко в нее звонил С прямого эфира Было весело Это мой кейс Как вы знаете Я начал бороться С плохими новостями С подачей иска к Яндексу И что-то типа Яблосил от плохих новостей Был такой повод И три раза я попал В топ этого Яндекса С этой новостью Тоже в мире это написали Мэшей был Такого плана порталы Вот И работает ли это Сработало ли это Да, сработало У меня появилось Четыре международных клиента После этой акции Это наша визитная карточка Тоже можно посмотреть ее В ютубе Прямо так набрать ДТП из пяти лимузинов Это то, с чего В принципе начался Взрывной пиар В Москве у нас К нам обратился клиент И мы думали Ну как бы Как раскрутить Человека Компанию Самые дорогие бани в Москве Которые сливают 400 тысяч рублей В неделю на директ И не получают Никакого эффекта И мы им устроили Вот такую вот акцию ДТП из пяти лимузинов Все лимузины были обклеены Логотипом наших бань Самых дорогих в Москве Бани.ру Вот И достаточно получилось весело Алексей Булдаков Соответственно Здесь тоже принимал участие Но он был вовлечен сюда Чисто как звезда Ну типа Алексей, пофоткаетесь? Ну пофоткаюсь Вот А когда ему начали звонить Журналисты на телефон И спрашивать Алексей, с вами все в порядке? Он такой А что со мной может быть не в порядке? Типа Ну вы же в ДТП попали? Он такой Да, серьезно? Вот Выходит А там в ДТП все мигают Лимузины, модели ходят Вот И он такой Да, блин, ни хрена себе Ну я в порядке Вот И это самое И Сюда же приехали НТВ Лайв В общем куча телеканалов Гаишники тоже приехали Вот Стояли с нами до последнего Пока не рассосется последнее издание То есть пока не уедет И уже последним Уезжали гаишники Потому что для антуража как? Они причем реально фиксировали там Ни один лимузин в этом деле не пострадал Потому что мы сняли старые бампера А дели туда разбитые Как бы новые На самом деле такие Аварийка Снег Модели Которые якобы ехали отмечать Свой корпоратив И в общем так все получилось довольно интересно Новость была шестая на Яндексе Если бы не самолет Конечно она была бы выше Но в это время в Пулково У какого-то самолета отвалилось колесо И поэтому Ну наша новость была чуть ниже Всегда мы когда такие новости делаем Мы думаем Блин Вот только не самолет Вот только не самолет Потому что наши новости пойдут По одному месту Короче Никак вообще они не будут восприниматься Тоже очень был Был прикол Мой знакомый Олег Назаров Который раскручивает рестораны Устроил пиар-акцию для ресторана устриц Он сделал такую штуку Он Начал кормить устрицами народ И на устрице никто не брал Вот И он начал Он значит вытащил водку И начал кричать Водка бесплатная К водке закуска устрица И тут короче такая очередь выстрелилась Это было в центре Москвы Троллейбусы останавливались Водители выходили И как бы глушили моторы Отсоединяли провода И ломились как бы за этой закуской СМИ сразу приехали Но к сожалению В этот день случился нордост И как бы ну и вот акция Получилась такая немножко Со смазанным концом Поэтому только не самолет Вот Теперь Расскажу как это все делается Вот формула взрывного пиара Которую я изобрел И шлифовал И соответственно делюсь с вами ППЦ Такая упрощенная формула Там есть еще ДУ Есть Х Но как бы это очень сложно Для начала воспринимать Потому что некоторые сейчас могут сидеть И офигевать Блин, что вообще такое происходит Это вообще маркетинг Пиар Это к чему вообще относится Поэтому как бы для начала попроще Есть такие мысли у кого-то? Или все окей, нормально? Заходит? Ну окей Значит как сварить вашу новость В вашем случае? Сначала должен быть парадокс новости То есть сочетать несочетаемое нужно Это первый мощный аргумент Чтобы СМИ взяли вашу новость Парадокс Ну например Мы продавали индульгенции Которые запретили продавать Еще в средневековье У нас был такой кейс Индульгенции Продажа индульгенции Отпусти грехи за 500 рублей Акция действовала до конца света Вот Такая у нас была история Вот там как раз посещаемость сайта Выросла в 10 раз И держалась 5 дней 10 СМИ приехали На этот новый портал вообще То есть его никто нигде никогда не упоминал Тут сразу 10 СМИ Про него написали И здесь, как вы видите, использовалась повестка дня еще Потому что тогда это был 2012 год Это был очередной конец света И мы решили такой оффер, дедлайн сделать Что еще парадоксального? Например, мы раскручивали У нас разные клиенты От блинной До большой федеральной фастфуд-сети Ну, например, блинная Мы ее подали В новости каким образом Что в ней начал подаваться Собчак-бургер Естественно, начинка у него была конина И пресс-релиз у меня состоял Всего из трех строчек И, соответственно, про эту бургерную Вернее, блинную В Красноярске, в торговом центре Узнали одновременно все Потому что как раз повестка дня была Ксения балансировалась в президенты И вот мы такой товар запустили Вот То есть мы сначала сочетаем несочетаемые Это уже хорошая новость Потом привязываем что-то к повестке дня Это тоже будет хорошая новость Но если все это вместе соединить Просто будет бомба Вот просто повестку дня Мы раскручивали стриптиз-клуб И там не было парадокса Там была только повестка дня Когда президент снизил зарплату чиновников На 10% Мы выпустили пресс-релиз От имени стриптиз-клуба Что стриптизерши тоже снижают Свои расценки на 10% Вышло три телеканала НТВ, там такого плана Live, Москва 24 Ну и газеты Газет куча вышла Причем это было накануне 8 марта Прикиньте, новость зашла Когда мы отправили пресс-релиз В 22.30 в пятницу 7 марта А следующий день вообще В субботу и выходной И все равно мы получили прессу Как это все работает? Ну вот можно сфотографировать Так, чтобы не забыть Парадокс это когда не человек Вернее, не когда собака У меня уже люди кусают собак По умолчанию, знаете Короче, это когда Когда мухи съели пограничника Когда девочка упала в воду И его испытали раки А не наоборот Когда собака укусила человека Это не новость А когда человек укусил собаку Это уже о чем-то Про это уже можно писать Эти новости генерят трафик Органический для самих СМИ Почему им выгодно такие новости брать? Повестка дня Это, соответственно Актуальные новости берете Из Медиаметрикс, из Яндекса Из трендов Твиттера Из трендов Ютуба Из СМИ-2 Ну как бы их очень много Там, где актуальные новости Просто берете их Как бы пришиваете к своему бренду Мы можем сейчас поэкспериментировать У кого какие компании Цветочный магазин Еще какие у кого Дизайн интерьеров Вопросы попозже Что, что еще Автомобильные Ну вот, хорошо Давайте возьмем молочный бизнес Про что сейчас говорят в новостях Ну так, на скидку Поднакидайте новости О чем вот сейчас новости идут Ну кроме вот хорошие какие-нибудь Выборы, еще что По поводу выборов Кстати, можете посмотреть Сегодня был очень обсуждаемый В высших кругах Наш дизайнерский креатив У меня в фейсбуке полистайте Я не буду его пока озвучивать Но вы в фейсбуке увидите Мы немножко это все относимся К тому, где мы находимся сейчас Тоже к повестке дня привязка Так, еще что говорят в новостях Выборы Смерть еще что Смерть Учителям выдавать Учителям неблагополучных школ Где-нибудь там Какие у нас районы такие есть Неблагополучные В Москве, наверное, все благополучные Ну какие-нибудь самые Котельники там Короче, мы выдаем молоко Учителям котельников Для того, чтобы вредность Их работы снизилась Что это дает? Это дает Если бы не 1 сентября Это была бы другая новость Новый год или еще что-то Это дает Смотрите Продакт-плейсмент Бесплатный В новостях Что такое продакт-плейсмент? Это гигантские бабки Которые платят бренд Чтобы упомянуться Там, где упомянуться Как бы Будет нельзя Органично То есть вы смотрите кино Вдруг Джеймс Бонд Проехал на Астон Мартин Ну хорошо Мы смотрим кино А Астон Мартин Заезжает вам в голову И там сидит Пока вы его не купите Примерно так это работает В новостях Мы загоняем туда Ваш бренд И он там В какое-то время варится Потом расчехляется В покупку И вот пожалуйста Понеслось Вы можете идти Мимо Квартиры Дома Бургер Кинга Чего угодно И вдруг Случайно Вы туда зашли Вы себе объясните Естественно случайно На самом деле Не случайно Потому что Этот бренд Уже сто раз Мелькнул в новостях Итак Готовые формулы Принцип понятен Правильно? Поняли принцип? Совмещаем несовместимо Или привязываем бренд К повестке дня Скоро у нас Новый год Естественно 8 марта 23 февраля Вот эти все Даты Они работающие Готовые формулы Если лень думать Если лень привязывать Вот готовые формулы Берете звезду И к ней Соответственно Приделываете Ваш бренд Это работает Это работает и в регионах И в Москве В Москве Очень классно На этом хайпе Серебряная калоша Которая дарит Свои Калоши Звездам Причем бегает За звездами С калошами На возьми Они не берут Все равно В новости попадают Значит В Тюмени Просто накормили Местную звезду Шаурмой Сфоткали его На выходе С логотипом Компании Все, у них продажи Плюс 20% поднялись Я уже молчу Сколько используют Бэкхэма Стэдхэма Трампа Это уже вообще просто Мы Трампа Три раза использовали Всегда работает Необычная вакансия Тоже классный прием Вот у Димина Есть кейс Это протаптыватель дорожек Ну вот Выгуливающий цеплатьев Мы придумали Для бутика в Питере Тестировщик страховых случаев Это придумал По-моему Роман Кумар Если я не ошибаюсь И вот например Мы решали HR задачу В Ульяновске Как бы Как рассказать Ульяновским программистам Что у них прикольно работать Мы придумали Танцовщицу Гоу-гоу Которая Соответственно Танцевала Для программистов Это было Три сюжета Два на пятницу Один на РЕН-ТВ Бесплатно Естественно Необычный клиент Тоже классная история То есть Вы можете Как бы Для Вашего бренда Необычного клиента Привести Или вспомнить Такого клиента Этим клиентом Может быть даже Животное Очень любит Тоже Сегодня уже Упоминал Айга Назарова Он любит Ставить рекорды Там самые Большие пиццы Печь И Самые 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 Длинные Самые Большие Сборище Самый большой Вебинар Самая Длинная Очередь Самая 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 Если вы зайдете На сайты Книги рекордов России То вы увидите Там просто Информационный Повод На информационном Поводе Там Очень много Вдохновения Поэтому рекорд Это уже сам по себе Информационный Повод Причем Вам помогут В книге рекордов Гиннесов Докрутить ваш рекорд Чтобы он попал в новости Тоже очень классная штука Хейтер Вы можете Ваших хейтеров Обратить В ваших союзников Тоже очень Довольно интересная история Вот Никто не знал бы Это кафе грузинское Если бы там Девушке не предоставили зарядку Никто бы не узнал Про Барбершоп Если бы там Отказали Стрить женщину Никто бы не узнал Про Фитнес Если бы туда В мужскую раздевалку Не зашел Транс А так Это стало видосом И Полезные советы По креативу Как все скреативить Вам Лично Сегодня вечером Или в перерыве Что этому поможет Формулу я вам дал Готовые примеры у вас есть Что еще этому Может помочь Лампочка Очень такая Интересная находка Мы ее использовали Неосознанно Как раз тот случай С Яндексом Мы придумали В кафе Где свисало Прям Наверное Лампочек 30 одновременно Со стола Если лампочка Будет в поле Вашего зрения Во время Мозгового штурма Значит она усилит Креативный подход Потом я это Прочитал Собственно И убедился В этом исследовании В книжке Рисовый штурм Лампочка Может быть нарисованной Работающей Неработающей Вообще Не важно Вот такая Примерно Такого плана Как ни странно У меня это тоже Я подтвердил Задним числом Тоже Исследование Что на технике Apple Креативится лучше Реально iPad, iPhone, Macbook Это реально Интереснее Для креатива Там мысли Сами собой рождаются Я на айфоне Столько пресс-релизов Написал Причем За такие короткие сроки Между перегонами Там метро В лифте Пока поднимаешься С первого На 52 этаж Оба уже Новость Готово Рекомендую Поизучать Такую методику Называется ТРИС Ее мастер В России Сергей Фаер Я был На его семинарах Учился Ну и в принципе Это тоже Русское изобретение ТРИС Это Знаете, да? Отлично Отлично И самый простой Прием Который можно В принципе Придумать В любом случае Если что-то Непонятно Как делать Как творить Делайте наоборот Если будет Что-то В затруднении Выделите Среди конкурентов Просто сделайте наоборот И получится Круто Часто бывает Такой вопрос Что почем Вот вы экономите Деньги и так далее Есть такой вопрос Сколько это может стоить Бывает такое Или нет Или неинтересно Интересно Окей Тут зависит От охвата То есть Есть охват Городской Есть охват Мировой Есть охват Федеральный На всю Россию Обычно Бахаешь В Москве Взрывается Во всей России Метишь Во всю Россию Взрывается Во всем мире Обычно Так бывает Потому что Новости Поодиночке Не выходят Хорошие Если идея Крутая Она раскручивает Сама себя И еще С собой Притаскивает Еще СМИ 30 Ну вот Первый этап Это Креативный штурм Где мы собираемся 55 человек Накидывают Идеи Потом На мозговом штурме Накидывают Еще 50 Получается Больше сотни Дальше Уже 5 экспертов Их отбирает И получается Что мы вкидываем Уже безумство Такие Отфильтрованные Много-много раз Это не просто Упала идея С дерева И мы ее придумали Нет Это Очень выверенные Идеи Соответственно Московский Резонанс Примерно Такого плана Причем Это расценки Намного меньше Чем в официальные Если бы там Рекламу покупать От миллиона Соответственно Чуть больше Это федеральный резонанс Но это Вся Россия Получается По цене Двух городов Ну в принципе Это интересная История Все эти СМИ И даже больше Писали про нас Медиалоги Там можно посмотреть Актуальный рейтинг СМИ И с этим рейтингом Сверяться Я вас уверяю Если вы придумали Классную новость Отошлить ее В пять топовых СМИ Которые указаны В медиалоге И если они возьмут Значит возьмут И все остальные Такой принцип Europe Plus Который я писал В книжке В своей книжке Вот Если берут Лидеры Берут И все остальные Ну и самое крутое Это мировой резонанс Это когда Нужно сделать Такое видео Про которое Напишут все Сейчас у нас Наверное возможности Тут нет Будет показать Чтобы У нас падал Метеорит Мы В команде Запускали НЛО над Красной площадью Потом У нас Стреляла Аврора Ну вот такого плана Это все Мировые сенсации Ну и они делаются Не обязательно в стране В России Они могут делаться В любой стране мира Вот Такие есть варианты До конца недели Почему? Так почему до конца недели? У вас еще есть время Потому что Ну я думаю Еще первую неделю сентября Будет тихо в новостях Будет очень тихо Потому что Информационный накал Начнется где-то Вторая половина сентября Ну конечно Тише всего было в августе То есть Эти новости Которые вышли бы в августе Их можно Брать Эти ссылки И дальше уже Таргетировать на них Фейсбучном Там значит В фейсбуке поднимать Поднимать это в ютубе Переводить сюжеты То есть они Публикации Они как бы встали И вечно на вас Работают Вот Ну и соответственно Я люблю Когда у нас есть Союзники И когда мы Делаем Хорошие новости Вместе с вами Большое спасибо Я не знаю Есть ли у нас Время на вопросы Готов на них ответить Ну и давайте Поаплодируем Поаплодируем Дорогие друзья Рома Масленников Да Ром Ну конечно же Время 15.38 У меня показывает О том что Ну да Нет Ты кстати Ты вернулся 7 минут на вопросы Еще Да Нет 7 минут Конечно Ты вернулся к тому Как бы нашему Программному Таймлайну Да 15.40 Ну на самом деле Как бы есть Еще 10 минут Прекрасно Ребят Пока давайте Аккумулируйте Свои вопросы Я не хочу отпускать С этой сцены Рома Потому что у меня есть Очень несколько Таких Ром Повернись ко мне Лицом Да Открытых Щепетильных Провокационных Вопросов Смотри Дружище Ты у нас Ты у нас Являешься Да Еще раз Mortal Kombat Да Ты у нас Являешься Ну признанным Согласись Признанным Смотри Давай короче Час задают вопрос Я задаю вопрос Я к этому подвожу Давай Являешься признанным Экспертом Экспертом В области Взрывного пиара Негативного Маркетинга Спасибо Я думал Кому же сегодня Вот задать вопрос Потому что я его держал При себе сегодня Да друзья Кому задать И вот все-таки подумал Да я задам его Роман Роман Есть такая компания Leroy Merlin Была такая Директор по маркетингу Она и есть Она и есть Дружище Вот Каким образом Можно Минимизировать Ущерб Для бизнеса Когда Весь Хайп Весь Негатив Идет В направлении В рамках Личного Человека Который Присутствует Работает В этой Компании А именно Что хочу сказать Когда эта девушка Да Выступила Там Отработала Там Начала Отрабатывать Какие-то Моменты Вся аудитория Вся аудитория Что начала Делать Она начала Минусовать Бизнес Сети Фейсбука Хочешь секрет Подожди Не секрет Вот Скажи Пожалуйста Сейчас Как Обезопасить От себя От человека Который В одночасье Может Не знаю Там Разрушить Репутацию Бизнеса В сети Если Этот человек Работает В компании Спасибо За вопрос Первое На бизнес Это не повлияло Никак Почему Ты так Уверен По объему Продаж Второе Как Защититься От человеческого Фактора Никак Это еще Салатаков Щедрин Писал Вот Поэтому У вас Моя рекомендация Должно быть В запасе Акций 10 Пиар акций 10 Которые Можно Вбросить Если что-то Пошло не так Не по вашей воле Как работают СМИ Если что-то Такое Случается Все на этом Начинают Хейтить Хайпить И так далее Там Какать на голову И это Неприятные Вещи Совершать В это время Классический Вариант Как В моем Любимом Фильме Хвост Веляет Собакой Вкидывается Следующий Информационный Повод Естественно Заготовленный То есть В фильме Началась Война Кстати Если кто Смотрел Карточный Домик Есть такие Кто смотрел Помните Я вот думал Как он Исправит Ситуацию Что ему Остается делать Как вывернуться Старая Добрая Война Помните Это началось Так же И здесь Если что-то Пошло не так Вы просто Даете Новость На которую Будут смотреть Больше Чем На ту Которую Вам Не Нужно Вот Вот так Это все Работает Красная Тряпка Отвлечение Внимания Если Коротко А это Уже Новость Управляется Вами И вы Поворачиваете Куда Хотите Вот Если Она Тоже Пошла Не так Что Как бы Нонсенс Но Вдруг У вас Есть Третья Акция И Тогда Получается Что Кроме Вас В инфополе Никого Нет Если Помните Кейс Олега Тинькова И не магии Помните Такой То есть Все Смотрели Расскажи Подробности Если Ты Имеешь Эти Анализировал Волны Популярности Новостей И так далее Фишка Была В том Что Все Думали Все Тиньков Скоро Закроется Хрен бы Там Через Какое-то Время Через Недели Три Вышла Публикация На РБК Что Они Заработали 400 миллионов долларов За этот период Пока шел Хайп Вот как бы Вся математика Это Публикации Открыты Их можно найти Посмотреть Убедиться Вот Поэтому Иногда Я тебе больше скажу Вот такие вот Истории Начинаются По Воле Самих же Создателей Ну тем Кому нужно Раскрутить бренд Ну С Галиной Пайной Там У меня другая Есть версия Событий Я ее В принципе Описывал В своем Телеграм-канале И в фейсбуке Можете посмотреть Я давал Даже ей список Рекомендаций Как себя вести Если Она хочет Вывернуться Соответственно Ну Там Другая События Вывернулась Ну Это лучше у нее Спросить У нее Ну Хорошо Не у нее Что-то У тебя в порядке Мы с ней встретились Она Пышла Здоровьем Как бы Все круто Вот Так что Вот так вот Давайте вопрос Взял Парочку вопросов Вот Ром У меня есть Здесь как бы Один вопрос От онлайн зрителей Наш От онлайн зрителей А потом Как бы Уже тебе Задам Вот Как быть В рамках Как бы Твоей теории Да Что делать Маленькому Но качественному Бренду Аксессуаров И применимы ли Твои Предлагаемые Методики Для микробизнеса Все применимо Я же говорю Подробнее От блинной До сети Фастфудов Федеральной И даже Мировой Ну Советы Дай пожалуйста Советы такие Вот Аналогичный Случай Мы в Ульяновске Подкручивали Сеть Оптики Небольшая Пять магазинов Оптики Мы разбросали Продукцию Этой компании На памятники Городские Там у них Кто был Кто из Ульяновска Есть кто из Ульяновска Не вижу Ну кто в Ульяновске был Были Хорошо Там Помните Есть там Памятник Обломову Там диван стоит Еще там Мадам сидит Ну в общем там Нормальный этот мальчик С газетами Ну то есть у них там На центральной улице Гончарова Много памятников Вот И мы Разбросали продукцию Этой компании Там Накладки на глаза Очки Всякие эти Сонные Наглазовники В общем По этим памятникам И сфоткали Это дело Что Ну мол Что за беспредел В новости Это было вброшено Естественно Не официальным пресс-релизом А было вброшено Это через Как бы Очевидца Который проходил Якобы мимо И сказал Какого фига промоутер Ну портит памятники Вообще ему должно грозить Что-то 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 ему должно грозить И вот он представился Из фирмы Такой-то Мы название фирмы Протащили в новости Вот И соответственно Вышло пять публикаций На ульяновских ресурсах Слючает Комсомольскую правду Через вот такого Через заброс очевидца Соответственно С этой маленькой бижутерией Можно сделать что Тоже разбросать ее В людных местах Например за нее подраться Украсить какой-то памятник Там Какому-то человеку Сережку там Налепить Или там Ожерелье Ну вот Сфоткать Возмутиться По этому поводу самому И будет Весело Ну давайте Сколько у нас еще вопросов Пам-пам-пам А два вопроса Отлично Приветствую Роман Здравствуйте Такой момент Относительно понятно Как составить новость Из чего она должна составить Чтобы заинтересовать И в какие СМИ подать Чтобы так сказать Потом всякие агрегаторы Расхватили Интересует больше Такой скорее технический вопрос Как подать Потому как Большинство ящиков Да там Указанных Спама Там много Затеряется Указано где Может быть еще что-то Соответственно Может есть какой-то лайфхак У вас Или совет Для малого бизнеса Как вот Работать со СМИ Каналы именно Заранее благодарен Да Спасибо за вопрос Но вы предыдущий ответ слышали Да Просекли что Можно от очевидцев Очевидцы могут звонить Писать Бабушка прошла в редакцию Это тоже пресс-релиз Смотрите Семь способов Вброса есть Личные контакты С журналистами знакомиться Никто не отменял Мы хотя и работаем По технологии Эдварда Бернейса Который журналистов Вообще глаза не видел Но про его новости Знали все Мы все-таки Иногда знакомимся С журналистами Иногда даем Знакомому журналистам Новость Второе Это рассылка По общим адресам Федеральных СМИ Они Актуальные адреса Находятся в базе Яндекса В Яндексе Если отмотаете вниз Там будет вкладочка База СМИ Туда заходите внутрь Все Вот там пожалуйста Емейл главного редактора Есть пресс-релизы Рассылщики замечательные Всем известные PR-инструменты PR-онлайн Прессуха Огласка Для физпр.ру Для айтишной компании Softpressrelease.com PR-news Ну и так далее И так далее Там можно В принципе тоже сеять Вот И новости еще могут Заходить из Инстаграма В последнее время Ну вот Я наблюдал И участвовал В таких кейсах Когда просто Из Инстаграма Новость зашла И человека Потом разнесло По 15 деловым СМИ Включая коммерсант Там дождь Ведомости Просто он в Инстаграме Публиковал фото С правильным хэштегом Вот И Хэштег должен быть адекватным То есть там горел Центр синдика И он в хэштеге поставил Синдика По рекомендации Я говорю Ну что делать Я говорю Ну хэштеги не забудь Вот И все это как бы Понеслось Ну иногда Еще такие есть Как бы немножко Уже извращенные Способы Захода в новости Это через Change.org То есть сайт петиций И через YouTube Через тренды Ну там Чуть-чуть посложнее Но тем не менее Тоже работает Вот Поэтому Через Change.org Вообще люди Не только новости делают Они жизни меняют Вообще течение Ход времени У них Вообще Вот так вот идет Там Через Change.org Человек не только пропиаривался Но и голубые огоньки Перепрограммировал Там чиновника уволил Вот Такие вот вещи бывают Поэтому Маленькое добавление Здесь к вопросу Просто вот смотри Вот здесь вот Да Роман Спасибо большое Но это все как бы Понятно Ну и так Я думаю Все кто более-менее работает Все в курсе Я спрашивал Именно может Про какие-то лайфхаки Вас как эксперта Это и были в принципе Лайфхаки Да Остальное в книге Давайте аплодисменты Друзья Да Все Самый Так Все Ром покороче Отвечаем Вопрос следующий Здесь Александр Агентство Мэдэвент Вы сказали Про повестку дня Вы сказали Про Парадокс Но вы не сказали Ничего про ценность Да Ценность Это ценность Спасибо Есть несколько способов Сохранить бренд В пиар-акции То есть не должна быть Новость ради новости Не должен быть Хайп ради хайп Везде Должна упоминаться Либо название компании Бренд Либо качество услуги Которые вы транслируете Ну к примеру Вот банк Его нигде не упомянут Ну мало где упомянут Но если в банке Произойдет например что-то Подкинуть ему котят А это случится ночью То в банке будет Протранслирована такая штука Что банк работает круглосуточно Например Или в банке была такая история Прибежал грабитель Начал грабить банк Его прогнали Сами же люди Которые стояли в очереди Типа куда мужик Ты пошел без очереди И короче Закидали его шапками И грабитель убежал Вот То есть здесь как бы Преподносится Что у банка Хорошие такие вот Как бы мощные клиенты Интересные То есть которые могут Сами за себя постоять Если что В такой компании Не грех оказаться Вот Ну и таких вот Много случаев Например доставка Может быть делаться Красивыми девушками Например И значит это Трансляция компании Что там работают Красивые люди Вот Или там честные люди Когда курьер съел оливки Из пиццы И потом в этом признался Значит там честные люди Работают Вот У нее продажи поднялись Тоже Кейс описан Роман вопрос следующий Примерно так Ценность И посмотрите книжку Оружие социального соблазнения Там это все Подробно В деталях описано Просто Ну мы сейчас На час можем углубиться Как сохранить бренд В пиар-акции Там очень много Других приемов Это основные Пожалуйста Спасибо Роман День добрый Меня зовут Антон Пишу песни Для предпринимателей И сейчас мы готовим Один проект Где будут участвовать Игорь Рыбаков Который выступал Ну другие Миллионеры И собственно Они будут читать рэп Это все будет В трендах ютуб Вот какой можно Информационный повод Прямо будет в трендах ютуб Уже Уже не выводится Просто так Ну допустим Вопрос Вопрос Какой можно дать Информационный повод Вирусный Чтобы это Раскрутилось Что в этом можно Сделать интересного В названии Смотрите Самые крутые Спасибо за вопрос Самые крутые инфоповоды Это те Которые очень простые То есть Прямо усложнять Наверчивать Это двухходовки Трехходовки Это в принципе В политике Можно Но в бизнесе Проще Значит Я вконтакте Описал 100 способов В закрепе У меня есть запись 100 способов Пиара И первый Там идет Как раз Самая Ходовая история Когда Вы запрещаете Ваш товар Или услугу И вообще Лучше Песню В идеале Когда песня Запрещена То Ее сразу Хочется посмотреть Замечали такое Что вот Блин Кончается Какой-то товар Уже там Три осталось Что там Два отеля Осталось Из забронированных Значит Какой-то ажиотаж А лучший Крайняя степень Этого дефицита Это запрет Если вы запретите Вашу песню Сделайте там Какой-то момент До которого Можно докопаться Самим же Ну как бы Через третьих лиц То тогда Этот шум Вокруг этой песни На фоне того Что ее хорошо бы запретить Естественно Поднимет ей Органическую популярность Такой вопрос То есть Попробовать запретить песню Если продолжать Эту историю То Тоже в музыке Это очень часто видно Крайнейшая степень Дефицита Это вот Она ходит у нас Между рядами Иногда выходит на сцену Это смерть Если вы сможете Инсценировать Она здесь ходит Кстати Да Если сможете Инсценировать Такую вот историю То считайте Продажи У вас Вообще гигантские будут По-моему Кстати Дмитрий Сидорин Это рассказывал Что И будет рассказывать Еще Да Когда умер Робин Уильямс Продажи Песен Поднялись У Роби Уильямса Вообще Не важно Кто умер Интересно Посмотреть Поэтому Такие вот моменты Умирать нужно В строго Профессиональных Условиях Чтобы вам При этом Помогали Все это дело Вбросить Поэтому Ограничиться Пока запретом Ну естественно Как вы понимаете Для того Чтобы круто Попиариться Через смерть Умирать Для этого Не нужно Вы это знаете И недавно Это вот Тоже чувак Один с Украины Демонстрировал Все дорогие друзья Давайте еще Один вопрос От зрителя Онлайн Трансляции От зрителя Онлайн Трансляции Я просто Человеку Здесь отказал Потому что Ну один вопросик Остался Роман Такая тема Для владельцев Малого бизнеса Которые владеют Теми или иными Как бы Интернет Магазинами В интернете И прочее Они регулярно Сталкиваются С Нелицеприятными Негативными Заказными Отзывами И вот Мне просто Как бы Один из Онлайн Зрителей Прислал Скрин Вот На скрине Довольно-таки Известный Человек В области Ну Алекс Экслер Давайте его назовем Алекс Экслер Он написал Просто Вот В рамках Ну как Я Просто как Понял Человек Продает Как бы Продукции И он там Отписал Что это Какая-то Спекулятивная Контора Китайские Товары Перепродает Два-три Раз дороже Экслер Пишет Там Название Говорит Само за себя И прочее Вопрос Вот Задает Этот товарищ О том Как бороться С этими Лидерами Мнений Которые Заходят Сюда И Мне просто Как бы Всю поляну Мою портят Как бороться Вот Я не знаю Вот Я не могу Назвать Алекса Да То Что Ему Какая-то Другая Контора Бабки Заплатила Чтобы он По всем Другим Конкурентам Ходил Как бы И отписывал Там В комментариях У него Там Другая Работа Ну Заходить Ну Понимаешь Да Заходить В какой-то Там Маленький Бизнес Товарищ Пытается Там Сделать Бизнес И Отписывать Там Ну Это Я понял Да Спасибо За вопрос Спасибо Да Он Очень Такой Как бы Глобальный И Как бороться С негативными Отзывами Лидеров Мнений Лидеров Мнений Я думаю Вам Расскажут Сейчас Как Больше Да Вот Про Это Сером Про Это Как бы Специализация Сером Больше Что бы Ты посоветовал Ко мне Недавно Обращался Очень Мощный Бизнесмен На которого Накатили Какую-то Там Волну На одном Популярном Юмористическом Сайте Ну Как бы Юмористический И про Все заодно Вот Звонила Его помощница Значит И Моя ученица Читала Много Книг Там Смотрела Видео На ютубе Моих И Говорит Я уже Кучу Всего Придумывала Кучу Всего Прямо У меня Такая Гигантская Стопка Акция Рома Посовет Что выбрать Из этого Я говорю Спокуха Короче Не надо Никаких Сейчас Лишних Телодвижений Нужно Делать Тонко Очень Тонко Образец Вы можете Посмотреть Как я Переворачивал Ситуацию С KFC Когда там Крысу Подкинули Там Ксения Собчак Про это Отписывала Вот Я эту Ситуацию Обратно Переворачивал Но Какой В итоге Совет Смотри Совет Такой Бить В самую Точку Откуда Пошла Негативная Хрень Если он Это не знает Алекс Экслер От кого То есть Вы берете Детективным Методом Или если Открыто Это Раскапываете Откуда Пошла Волна Звоните Этому Человеку Или пишите Ему Нормальное Письмо Человеческое Чувак Конкретно Я Чем Тебя Конкретно Обидел И Соответственно Получается Такой Диалог Который Нивелируется В том Случа Выстрела Был просто Письмо Этому Человеку Они Поболтали И через день Он опубликовал Пост Который До этого Собрал 1900 Комментариев Что Окей Пацаны Расходимся Все в порядке Со мной Связались В фейсбуке Была такая Недавная История Поэтому Мой совет Искать первопричину И ее Вот Искоренять Мы в свое Время Отпиаривали Как бы В смысле Был плохой пиар Мы делали нормальный Для очень Мощного Такого Сетевого Бренда И я Полгода Проводил Детективное Расследование Чтобы понять Откуда там Воняет Вообще Изначально Где там Закопана Собака И когда Я это Раскопал Побеседовал Собственно С зачинательницей Этого Всего дела Я выяснил Что просто У нее стоит Дома Давнишняя Продукция Конкурирующей Фирмы Я ей спросил Типа Ну Это норм Вообще Как бы Соотносится И тут Как бы Ну Как в красивых Я поняла И после этого Снизилось Количество Негативных Отзывов От 100 В неделю До 10 В месяц Вот То есть Вот это все Как бы То есть Роман Если Ты видишь Что на тебя Идет атака Со стороны Как бы Ну Неких Таких В кавычках Сильных Мира Сего Там И прочее Ну Наберись В себе Как бы Мужество И силы Набери Ему По телефону Или Просто Обратись По-человечески Поговори И просто Выясни Первопричину Заплатили ему Или он Действительно Чем-то Недоволен И он Становится Вашим Союзником А прикиньте Дейтерская Энергия Идет в мирное Русло Это очень Круто Давайте Аплодисменты Роману Масленникову Спасибо На связи Рома Да Смотрите Кто не успел Задать вопрос Я сегодня вечером Публикую В телеграм Канале Ссылки на чаты Где можно Ваш вопрос Потом задать Я отвечу На него Голосом В общем Здесь написано Собака Пиар Масленников Дорогие друзья На конце Ви Правильно Телеграм Масленников Как моя фамилия Телеграм Все Да Я думаю Что сегодня У тебя Количество Подписчиков Увеличится В некое Ну Все Большое Некое Спасибо Друзья Давай Вот тебе Подарок От наших Организаторов Спасибо Все Давайте Романа Провожаем Увидимся В Олимпийском Он с нами Остается Здесь На площадке Там Не знаю Может быть Здесь Присядет Или выйдет Куда-то В кулуары Вы сможете Продолжить С ним Общаться Продолжение следует